Вы смотрите отзыв об отеле Чарм Чарри Вилла, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Журавлева Татьяна, который был в нем в 2011 году. Начало рассказа. После ФЛ Мун Пати всей толпой они весело решили перебраться на Катау. Места на пароме сразу стало мало. Тут еще неожиданно хлынул ливень. Моментально все промокли, подул ветер и стало как-то прохладно. Народ начал натягивать куртки и ломанулся в закрытые помещения. Мы решили остаться на месте. Дождь шел минут 15, пока доплыли до Катау подсохли и жизнь наладилась. На пристани нас встречал представитель отеля с табличкой из восьми фамилий. Наша была последняя, отвел нас к машине и принялся опять ее размахивать. Но мы оказались единственными прибывшими этим рейсом. Столько народу выходило и выходило, что было удивительно, как могло судно столько людей вместить. После тишины и покоя номинами сколкотворения на пристани Катау просто поразило. Я то думала, что это малолюбный тихий дайверский островок. Номер нам достался тот, который бронировали делюк с 1 бетром, домик под номер 10. Находится он недалеко от основных мест общего пользования, ресторан совсем рядом, до пляжа по тропинке около 100 метров. Горется и пшена недалеко, но крутовато в гору, я поднялась только один раз при выезде, а мужу пришлось сбегать сразу, так как забыл спросить про интернет. Кстати, он там платно и работает отвратительно. Номер оказался именно таким, как его и описывают на различных ресурсах, и фотографии его я достаточно видела. Кинув вещи и переодевшись мы пошли на пляж, там нам выдали маски и трубки. Поскольку уже было около пяти часов и довольно пасмурно после дождя, на пляже никого не было, кроме пары японцев. И в мутной воде мы ничего не разглядели, кроме пары рыбешек. Я расстроилась, решив, что все здесь загубили и я опоздала. Ужинали этим вечером в отельном ресторане на самом берегу моря, на лежанке муж не захотел, сказав, что ему неудобно сидеть. Поджав ноги, выбрали столик на самом краю, где волны с шумом разбивались о камни. Смотреть вниз на них было даже страшновато. Еще был такой приличный ветерок, что мне с моим живым воображением казалось, что вот-вот меня туда и снесет. Но очень здорово посидели. Вспомнив рассказы бывалых, что в домик могут заползти всякие твари из джунглей. Я попыталась зачехлиться на ночь, распустив балдахин, болтавшийся над кроватью, но что-то плохо получалось. А муж наотрез отказался помогать, лениво заявив, чтобы не маялась дурью, никто меня тут не съест. Помучившись немного, я плюнула на это дело и улеглась в кровать к нам, так никто и не залез ни в эту ночь, ни в последующее. Действительно, за все время в дом заползла гусеница и пару раз забегали шустрые ящерки, в шкафчике муж видя несколько паучков. Я в ванной наблюдала муравьишек, потом они исчезли. Если вы при виде любой живности готовы упасть в обморок или лежать до посинения, то, наверное, вам просто туда не надо. На деревьях по утрам несколько раз видели шустрых зверьков, похожих на белочек, и слышали крики обезьяны, но к нам она ни в гости не зашла. Ресторан в отеле двухуровневый, в нижнем ужины, в верхнем завтраке. Завтракать в ресторане с потрясающим видом на море тоже очень приятно. Меню за три дня немного менялось, первый день показалось вкуснее всего, порадовал большой выбор фруктов. Людей утром на завтраке оказалось немало, да и лежаки на пляже почти все в течение дня оказывались занятыми. Думаю, что отель пользуется спросом и обычно заполнен полностью. На пляж мы пришли чуть ли не самыми первыми и о радость. Рыбки не вымерли, море чудное. Чтобы не говорили скептики, но место это, конечно, одно из уникальных, по своему сочетанию подводной и надводной красоты, симпатичному пляжику, а также возможности снаркать или просто купаться, кому что нравится. Допускаю, что те, кто побывал на Мальдивах и в Египте в отелях с отличным домашним рифом, могут быть сильно разочарованы и, наверное, им туда не стоит и ехать или не возлагать слишком большие надежды. Но у нас за плечами опыт снорклинга небольшой и мы остались очень довольны, там есть что посмотреть. Много писалось про ужасный вход в воду и пляж с обломками кораллов, все оказалось совсем не так страшно. Мы были без спец. Обуви босиком, вполне нормально, если не лезть в воду на пролом, а немного присмотреться, то можно найти вполне комфортный проход по песочку между камнями. Поскольку вода очень прозрачная, то приотлично видно, куда ступать, я старалась не наступать на морские огурцы, и не потому что они противные и мерзкие, а просто их было жаль. Они ведь живые и их там не так уж и много, как, например, на острове Сайпан, где мы отдыхали два года назад, и там на диких пляжах все дно сплошь в водорослях и трепандах, а тут, видимо, уже остатки народ все повыкутал. Очень хорошо, что перестали выдавать ласты, на кой они там нужны, чтобы доломать последние кораллы. Бухточка очень небольшая и даже для такого пловца, каким я являюсь, не составляла никакого труда оплывать ее несколько раз подряд. В середине бухточки ровное песчаное дно без камней, кораллов и огурцов, когда надоедает снаркать, можно просто плавать и любоваться окружающей красотой. В первой мы купались до обеда, у буйков не было по шейку. На второй день уровень воды был гораздо выше на середине бухты, я уже не доставала до дна. Отдыхая на шезлондах, забавно было наблюдать за японскими туристами, кстати, на Самуи они мне на глаза не попадались, а тут их было немало. Такое впечатление, что у них всегда очень мало времени и им нужно срочно все успеть. Одна группка молодежи прискакала на пляж прямо с рюкзаками и в дорожной одежде. С разбега ринулись в воду, рыбка, видимо, клюнула девушку в ногу, таза визжала от неожиданности, рухнула вниз, ободрав ногу о камень и утопив рюкзак. Другой парень в спасательном жилете и шлепанцах, одев маску, долго покачиваясь, стоял на камушке, не решаясь войти в воду. День был пасмурный с самого утра. Наплававшись и насмотревшись рыбок, решено было прогуляться на другой пляж Сайна Ан Бич пешком до него 800 метров. В два часа мы выдвинулись, дорога оказалась очень живописной, рекомендуется для любителей экотуризма и желающих разглядывать по пути природные красоты, а не с ревом проноситься мимо них на мотобайках. Путь совсем не сложный, есть и спуски и подъемы, но ничего особо страшного преодолевать не пришлось, ползти на четвереньках тоже. Не успели мы пройти и сто метров, как хлынул ливень. Хорошо, что рядом оказалось убежище, рабочие тайцы разбирали какие-то строения, там мы и притулились минут на двадцать. Они жестами приглашали меня на крылечко, там было бы гораздо удобнее, но добежать я немного не успела. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!